Здравствуйте, в эфире программа Трибуна в студии Владимир Нестеров и сегодня у нас в гостях Степан Киричук, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политики местного управления и делам Севера, сенатор от Тюменской области Степан Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня поговорим с вами о такой вот острой проблеме о капитальном ремонте и о взносах капитального ремонта. Вот сколько уже ведется дискуссии в обществе и не только в обществе. Как вы считаете, эти взносы обоснованы или нет? Смотря где, каждый субъект назначился свои взносы. Взносы разные. От достаточно небольших в Санкт-Петербурге до 15 рублей в Москве. И понятны вопросы наших россиян, почему такая разница. Одни считают, что 2 рубля в Петербурге это очень хорошо, другие считают, что там 7, 8, 10, 15 рублей это как бы плохо. Вот у них, видишь, всего 2 рубля и так далее и тому подобное. Мне кажется, что через год, полтора-два мы придем к осознанию, сумеем более конкретно высчитать те объемы работ, которые надо выполнить в каждом субъекте федерации, в каждом муниципалитете. Тогда появится та сумма, которую надо тратить на капитальный ремонт. Причем, хочу обратить внимание, это не идет речь о капитальном ремонте многоквартирного дома, а речь идет о капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома. То есть речь идет о лифтах, речь идет о крышах, речь идет о подъездах, о сантехниках, о придомовой территории, о фасадах и так далее и тому подобное. Речь идет о том, что хозяин квартиры, собственник квартиры, человек, который имеет этой собственности право проживать, находиться, распоряжаться ею и наследство передавать, он ее не сумеет сохранить один. Жители должны объединиться. Попытка убедить жителей, что надо самостоятельно заниматься своей собственностью, очень сложная, очень тяжелая и практически никогда не приводила к хорошему результату еще до настоящего времени. Поэтому государство, я бы сказал так, государство взяло на себя ответственность организовать жителей и предложило вариант, как им содержать свое имущество. И выступило вот с этой инициативой, этот закон, предложило несколько вариантов. Сегодня видны некоторые недостатки этих вариантов. Мы не могли предположить о том, что так мало людей, такой малый процент посчитает нужным собирать деньги самостоятельно и самостоятельно распоряжаться им. Но в целом по стране это где-то около 5%. Кстати, у нас в Тюменской области 4,8%. Представляете, из 7100 домов, 7046 у нас, только 382 дома решили собирать деньги самостоятельно. Остальные не будут. Пусть собирает региональный оператор. И сразу начинаются такие разговоры. А, они соберут деньги, непонятно куда потратят, потратят и так далее. К сожалению, региональные операторы уже дают повод так рассуждать. Вы слышали, там разные примеры в разных субъектах федерации, когда директор фонда как-то умудряется почти около миллиона рублей зарабатывать в месяц. Да, есть такие разговоры. Это же бессовестно. Есть разговоры о том, что деньги, собранные одним домом, используются на ремонт другого дома. И даже в Конституционном суде 3 марта состоится слушание на эту тему. Я полагаю, что в любом случае надо собирать самостоятельно деньги и ими распоряжаться самостоятельно. Но уж если это не получается, то региональные фонды работают под личную ответственность губернаторов. Ведь региональное правительство любого субъекта федерации персонально отвечает, несет ответственность за сохранность этих денежных средств. Сейчас будет рассматриваться вопрос, уже в Государственной Думе он находится, о процентах на эти деньги, чтобы они не девальвировались. Проблемы существуют, они известны. И вот такие передачи и общение с населением сверхважны, их надо изучать. Но государство в лице Федерального собрания, правительства Российской Федерации не собирается на эти проблемы закрывать глаза. Мы будем искать постоянно способ, каким способом улучшить. Что изменить в законодательстве? Вот ввели льготы по предложению председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. 70 лет 50%, 80 лет не надо платить. Но это же не означает о том, что вот эта пустота неоплаченная останется. Гвоздей не купишь на нее, сайдинга не купишь, поэтому бюджеты будут компенсировать эти вещи. Речь идет об инвалидах, которым идут эти льготы разные. И я как представитель того же Федерального собрания, государственной структуры, хочу сказать, что никто не возражает. Наоборот, приветствуется создание специальных счетов собственно с жителями самостоятельно. Но это очень сложно. И поэтому регионы берутся помогать в этом вопросе. Конечно, должна быть открытость, конечно, должен быть доступ. И там, где есть инициатива узнать, это все осуществляется. Степан Михайлович, вот такой вопрос. А вот если дом у людей новый? Ну, я понимаю, что значительная часть жилищного фонда у нас в стране требует капитального ремонта или уже подходит к тому сроку. Но есть же и новые дома. Если, допустим, капитальный ремонт запланировал на 30 лет, а эти взносы никто не отменяет, они идут. Где гарантия, что, во-первых, эти деньги через 30 лет не сгорят от инфляции? А второе, ну, за 30 лет, что там будет потом? Мраморные лифты, мраморные холлы, лифты с бриллиантовыми кнопками? Как это? Сумма будет огромная через 30 лет. Я думаю, что все значительно проще. Если говорят, что вы еще молодой, то, поверьте, это проходит очень быстро. Я, честно говоря, даже не заметил, как вот из вашего возраста превратился вот в этого уже седого дедушку. И это мгновенно пролетает время. 30 лет – это не тот срок, который не пролетит очень быстро. Хорошо, а по деньгам? Вот, допустим, мы же помним, что такое 30 лет назад, какие деньги были 30 лет назад. А мы говорим о депозитах. Сегодня мы говорим о депозитах. И уже вот в эту сессию будет принято такое решение о том, что на них будут идти проценты. Проценты будут такие, как для физических лиц. А это означает, что эти проценты не меньше инфляционных будут затрат идти. Значит, никто не запрещает индивидуально составить эту систему. Единственное, я не исключаю, что через какое-то время вы уже будете обсуждать проблему «не надо это все делать». То есть, такая система не нужна. Потому что жители самостоятельно нашли форму решения, как содержать свое общее имущество. Очень много строится индивидуального жилья. И многие люди расселяются в индивидуальное жилье. Идет разговор о жилье не в собственность, а о жилье по социальному найму. И я не исключаю, что многие дома будут просто выделяться к жилью, как социальный найм. И будет нести собственник этого жилья. Или это будет государство, или это будет частное лицо. То есть, конечно, все это будет меняться. Но если сегодня остановиться, признавать конституционными, неконституционными, использовать в предвыборных кампаниях. Сейчас будут ездить разные ораторы и будут кричать. Вот, ввели взносы по капитальный ремонт, разворовывают деньги и так далее и тому подобное. Вот за них-то точно не надо голосовать. Во-первых, они безответственны, когда вот это говорят. Во-вторых, популисты, в-третьих, только хотят... Ну, вы там есть, хотел как раз сказать, какой-то элемент популизма. Конечно, больше ничего этим они не делают. Только вредят. Вот этим только вредят. Самым настоящим образом. Поэтому следить, как используются деньги, держать это все на контроле, крайне необходимо. И власть обязана жителям помочь. У нас есть очень много общественного контроля. Мы ввели в систему, и в каждом регионе сейчас работает ЖКХ-контроль. У нас работает общественный контроль, который следит за отселением с аварийного жилья. Следит за сносом, за формированием вот этих фондов. У нас есть общественная палата. У нас есть Общероссийский народный фронт. У нас попытка государства включить население в работу. Ну и, по большому счету, еще один элемент, который я бы посоветовал нашим гражданам обязательно использовать. В каждом доме найдется один-два очень активных человека, которые за, знаете, за уважение к нему будут активнейшим образом смотреть за общим вот этим сбережением тех средств, которые есть. Я в свое время приходилось, будучи мэром города, поступать достаточно нетрадиционно в разных вещах. Обычно с теми людьми, с которыми я начинал ругаться во дворе, что у них очень плохо. Они меня ругали очень сильно. Вот. И когда удавалось навести порядок, то из тех, кто был очень-очень активный, я им выписывал удостоверение. Мне управделами Ольга Векшина говорит, что вы пилаете? Какое вы даете удостоверение? Такой формы нету. Я придумал такую форму. Это старший по всему двору и по всему дому. Это мой помощник. Это мой организатор. Это заместитель мэра по этому микрорайону на общественных началах. Вы знаете, некоторые в автобусах их показывали. И люди активны. Им надо доверять. Доверять вот этот контроль. Конечно, надо бороться с разными проявлениями липкости этих денег грязным рукам, которые, к сожалению, у нас присутствуют. Без капитального ремонта общедомового имущества перспектив у нас никаких нет. Будут говорить, а вы сделаете прозрачно, а вы сделаете... А вы сделаете. Вот я хотел бы спросить того, кто призывает или не платить, или же не выполнять эти работы. Что он в этой жизни вообще-то сделал? Как можно признавать неконституционными сборами, генеральной прокуратурой? Это все есть. Федеральное собрание приняло закон. Закон подписал президент. Он зарегистрировал в Министерстве юстиции. Зачем на всю страну объявлять о каких-то этих вещах? Что нет механизма взаимодействия? Я не знаю, кто до этого там додумался. И как это могло вообще как-то в свет это появиться? Помните такое выражение? Когда там разошлись, поругались гости и хозяева. Ложки, мол, пропали. Серебряные или золотые какие. Говорят, ложки нашлись. Осадок остался. Поэтому как бы отозвали они свое решение. Даже не решение. Решения-то не было. Как бы заявление какое-то. Честно говоря, оно по-моему даже неофициальное было какое-то. Но все равно осадок остался. Все равно как-то это говорят. Нашим комитетом этот вопрос рассматривался. Мы запросили министерство строительства. Зам министра будет нам рассказывать и письменно изложит объяснение законности применения вот этого закона в нашей стране. Будет конституционный суд разбираться с этим вопросом. Но в любом случае мы в своем комитете на сайте разместим официальное разъяснение. Чтобы люди, прочитав его, и официально могли на нас ссылаться. То есть законно это или незаконно и так далее. То есть проблема, я проблемы не вижу. Проблема заключается в том, что платить много. Доходы населения растут мало. Платить надо больше. Платить надо. Вот это плохо. Это очень плохо. Это плохо. Но не надо радоваться или бояться тому, что надо платить больше. Надо думать как доходы повысить население. Как рабочие места более квалифицированные сделать. Как экономику поднять. Как сделать так, чтобы люди были богаче. А просто так вот это самое, если мы ничего не можем, все отменим, ну все развалим.